всем привет послушайте сегодня хотел показать как я буду готовить мухи и снасть с мухами двумя мухами для рыбалки на форель вот но для рыбалки которые мухи должны плавать но для рыбалки обычным спиннингом скажем так обычным спиннингом без каких-нибудь специальных катушек специальных шнуров которые плавающих и все остальное потому что понятно что кто там ловит мухами они специалисты они имеют всевозможные всякие шнуры там это все крутенько надо специально там забрасывать катушки нет это для тех которые просто хотят имеют спиннинг и хотят по рыбачить на форель имеет муху какую-то или поймал или сделал или купил и как быстренько переделать свой спин для заброса этих легких мух для заброса этих легких мух подальше скажем так обычным спиннингом вот такие мухи у меня есть я еще ими не пользовался и идея есть в этом году ими по пользоваться соответственно показывает снасть как можно сделать для заброса таких легких мух или любых других легких приманок в принципе это пригодится для всяких силиконовых очень легких приманочек то же самое для заброса на дальнее расстояние значит для этого основная линия будет изготавливаться потом реальная это так сказать демонстративная линия для фильму а так я буду изготавливать его из флюрокарбона флюрокарбон вот такой это достаточно для всяких форелей хороших типа 0 23 миллиметра до 6 килограмм бы держит я его использую еще на хиробуну для карпа как поводочный материал как поводок вот так что такой ну а сейчас чтобы было видно я возьму темный как говорят и покажу в чем прикол значит прежде всего прикол вот в этом у нас называется бультов вот в этой штучке прикол смотрите даже может кто за идейку возьмет если вас случайно случайно не продается это что-то наподобие как же развивается террорская палочка или как-то мне не ротская палочка как-то по-другому называется когда забрасывает легкие приманки там с помощью какой-то там палочки с грузиком и все остальное это тоже самое делается из прозрачного материала вот у него два крепления вот здесь бить и один идет спиннингу одно ушко другое ушко чтоб крепить саму снасть но факт чем прозрачный материал который не видно на воде это раз второе он имеет чуть-чуть веса чуть-чуть там сколько-то грамм сейчас не буду взвешивать до грамма сколько но это пластик и имея два отверстия с закрывачками то есть в них мы набираем воду набираем где-то половинку воды и вот эта половинка воды которая здесь будет набрана из реки будет создавать вес для заброса то есть вы можете использовать обычный спиннинг для заброса а количеством воды которую вы набрали вы можете регулировать вес и плавучесть если вы наберете меньше половины будет плавать сверху если наберете больше половины будет на пол воды еще наберете будет еще глубже то есть этим вы можете набирать так сказать выбирать плавучесть я вот сразу к примеру суд себе на сезон прикупился здесь у меня их там 10 штук этих бультиков вы тоже можете поискать или что-нибудь подобное главная идея взять вплоть до того что я даже думал там не искать ну где не достану хорошо возьмешь маленькую какую-то там не знаю от шприца там от бутылочки какой-то идея будет та же самая будет прозрачность и набрать туда воды и чтобы не выливалась таким образом вот это вот дает нам дальность заброса для вот таких мух спокойно можно их забрасывать крепить мухи сейчас расскажу как крепить мухи на эту снасть есть две формы крепления мух можно в самом конце поставить вот это и мухи прикрепить от 2 до 3 мух можно прикрепить на нашу основную леску скажем так и вот это подцепить в конце то есть она будет плыть его не видно и отсюда будут начинать тянуться мухи я же делаю по-другому это будет цепляться к снасти мухи будут на расстоянии от 60 сантиметров первая муха вот будет тянуться вот так вот и здесь будет около 20 сантиметров и потом еще один около метра и будет привязана вторая муха вот которая то есть вы забрасываете это плывет по воде она не видно потому что внутри вода и сзади за ним тянутся две мухи можно до трех мук все зависит от того каким спиннингом будете забрасывать чтобы это снасть ваш спиннинг если очень короткий может вам и одну или две мухи всего надо туда если у вас под падение спиннинг то может вы три прицепьте чтобы было удобно вам забрасывать как сделать вот эту вот разводку сейчас покажу по простому значит не буду уже мухи тут привязывать покажу только один фокус и все как мы к этому делаем разводочку то есть мы привязываем что мы привязываем к этому бульту или как его назвать этой пробке к этому баллончику не знаю как она правильно будет на вашем языке развиваться у нас называется будет значит леску я уже сказал какую буду применять люрокарбон привязываем отступаем где-то сантиметров 60 и вот в этом месте мы делаем вот такой фокус я его покажу отдельно этот фокус сейчас вот как он будет делаться где моя леска вот она значит когда мы отступили 60 сантиметров мы делаем вот такую петлю делаем ее побольше вот эту петлю только делаем такую папа по громаднее петлю вот так вот да то есть чтобы потом нам удобно было завязывать и шо мы с этим петлей делаем берем а так двумя руками с двух сторон эту петлю вот она лежит вот с двух сторон берем вот тут двойная здесь двойная здесь основная петля у нас между руками получается теперь держим и одним пальцем начинаем делать обороты вот здесь вот здесь начинаем делать обороты где-то около 5 6 до 8 оборотов делаем вот 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 в этом месте да вот видите такие обороты ки после того как мы сделали около 8 оборотов мы имеем вот это вот вот это все что у нас вот с этой стороны мы просовываем средину вот сюда вот мы ее просовываем единственное что надо держать буквально трема пальцами то есть за вот этот за вот этот и отсюда эту петлю и начинаем все это стягивать но помогая так чтобы как бы равномерно настаскивалась вот именно тут только в этом заводка чтобы стягивалась равномерно тогда получится очень красивая петля тогда получится петля очень красивая на хорошо затянется и все такое если поспешите переделаете вот вы затягиваете такую вот петлю вас продолжается ваша ваша снасть эта петля у вас становится вот такой а ваша снасть продолжается вы отступаете еще один метр продолжаете и обрезаете и это будет последняя муха на этом метре привязываете а первая муха привязывается вот здесь вот здесь в этой петле любой любой из кончиков так как она зажата очень хорошо это узел получается классный вы его просто потренируйтесь и вас будет все получаться вы обрезаете любой из этих кончиков здесь вот раз и вот вас получилось буквой т вот такой хвостик такой отступление на который вы привяжите первую муху вот так что я рассказал как эту снасть сделать как видите это очень простая снасть очень простая снасть но очень удобная для тех людей для таких как я которые хотят попробовать что-нибудь половить на муху но не хотят покупать специальный спиннинг специальную катушку специальные плавающие шнуры чтобы эта муха плавала и начинать это попробовать один раз вы едете вот берете с собой какой-то спиннинг всегда простенько вот так вот все на месте связать то есть у вас ничего не занимает никаких новых покупок и где-то проезжаете мимо где может быть форель забрасываете мухи надеюсь я кому-то помог это составить а кому-то просто подал идейку как лучше это сделать потом когда у нас будет сезон и я буду в тех краях дети мухи применяется будем снимать рыбалку на это все а сейчас мы готовимся у нас зима ловить мы будем по весне и дальше пока до следующих видео не забудьте подписаться на канал и порекомендовать социальных сетях это видео чтобы ваши друзья тоже знали как использовать муху обычного спиннинг всем пока